Вдруг производство становится, скажем так, физическое насилие, которое сейчас очень актуально после советского воспитания. Уже тяжелее идти в ногу с модой для молодых. Везде есть в каждом возрасте свои плюсы и минусы. На вопрос о том, в каком возрасте лучше всего заводить детей, однозначного ответа нет. Кто-то считает, что лучше всего это делать, когда ты молодой и энергичный, а кто-то наоборот, когда установлено стабильное финансовое положение и есть жизненный опыт. Мы решили узнать у прохожих, в каком возрасте, по их мнению, лучше всего заводить детей и какие факторы на это влияют. Вот как в моем, в 43 я родила. Почему вы так считаете? Ну, как-то более осознанно, наверное, подходишь к этому, к материнству. Более желанные дети, более, кстати, более развитые. Я сама медработник и знаю, что чем старше мама рожает, то дети умнее рождаются, чем те, которые в 20 лет. А какие факторы, по вашему мнению, нужно учитывать при принятии этого решения? Ну, уже в таком возрасте, наверное, все равно больше хочется, чтобы и папа, и мама принимали участие. Не так, что мама родила и сама с ним, все время сама и сама. А как влияет возраст родителей на воспитание детей? Ну, я считаю, что мы уже более терпимые, более как-то лояльнее ко всему относимся. Если, ну, у меня просто старшая девочка уже совсем взрослая, нам уже будет 25 в мае, то, знаете, как по молодости, так, ага, в детский сад и на работу, потому что вдруг производство остановится, скажем так, то сейчас, как бы, я не тороплюсь отдавать детский садик, хочется, чтобы он побыл возле мамы, нанежился, поспал, не подрывать его в 6 утра, чтобы всем он уже был в детском саду. Ну, то есть, как-то, как-то так. Я детей не завожу. Ну, то есть, вы считаете, что это не надо делать? Нет. Я считаю, что ближе к 30, поскольку человек становится более осознанным. Вот. А что нужно учитывать при принятии этого решения? Я считаю, что нужно пройти курс, хотя бы, ну, не курс, а точнее сходить к психологу, поговорить, то есть какие-то свои травмы проработать, для того, чтобы после воспитывать здоровое поколение, поскольку сейчас с этим большая проблема. Поэтому, вот. А влияет ли как-то возраст родителей на воспитание детей? Я думаю, что да. Чем старше, тем осознаннее человек. Опять же, только при условии, что если он будет ходить к психологу и какие-то моменты обсуждать. Ну, потом просто будет расти здоровый ребенок, на которого они будут постоянно орать, физическое насилие, которое сейчас очень актуально после советского воспитания. Вот. Мое мнение. А как вы считаете, поменяется ли ваше мнение с возрастом? Нет. Не поменяется. На практике просто вижу. Ну, так, наверное, чтобы дать им что-то. Уметь и ухаживать, и лечить, и воспитывать. Я знаю, в каком возрасте. Ну, не меньше 20, я думаю. Все-таки хоть школу закончить. А что нужно учитывать при принятии этого решения? Ну, наверное, вторую половинку. С кем ты пытаешься делать детей, а не лишь бы по моде или почему-то. К этому серьезно надо относиться. А влияет ли как-то возраст родителей на воспитание ребенка? Вы знаете, вот я по себе скажу. По силе лучше, когда моложе. А по наставлению лучше, когда постарше. Уже более жизненный опыт, уже знаешь, но уже тяжелее идти в ногу с модой для молодых. Мы уже немножко отстаем. Ну, я думаю, от 22, но все зависит от того, если люди подготовлены. Если пара вместе, долгое время, к примеру, все зависит именно от людей. Если они чувствуют ответственность, что в 20 они могут заводить детей, могут финансировать их в плане того, что будет все стабильно, дети не будут ничего себе отказывать, то я думаю, тоже можно, но все зависит от людей. Именно возраст определенного я не думаю, что есть. Конечно, не в 16, не в 15, не в 14 это уже очень ненормально. А влияет ли как-то возраст родителей на воспитание детей? Ну, я думаю, больше менталитет родителей влияет, чем возраст. Да, возраст, к примеру, я не думаю, что он влияет многое. Важен именно родители, насколько они взрослые. А возраст это другое. Человек может в 30 лет как ребенок быть и в 25 уже думать как взрослый. Я родила стаживого сына 22 года. Вы считаете, это правильный возраст? Нормальный. И пятеро успела сделать еще. Ну, когда в 18 лет, 17, 16, я считаю, что оно еще само дитё, оно еще само хочет как бы повеселиться. А влияет ли как-то возраст родителей на воспитание детей? Не сказала бы. Потому что, да как влияет, они вот, 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 дочка моя. И все равно, и сын старший, 30 лет, но я с ними как друзья, мы не как, я не как родители, я как подруга с ними. Ну, по ощущениям, когда готова, я считаю, что 25 самое то. И родители будут возможности быть молодыми с детьми, и детям будет интереснее с родителями в таком возрасте, когда они будут расти. Ну, я считаю, что 25 вот так вот. А что, по вашему мнению, нужно учитывать при принятии этого решения? Ну, возможность воспитать ребенка, содержать его, все эти условия, чтобы была какая-то база. Ну, и, конечно же, и психологически быть к этому готова. Не только материально. Мое мнение. А влияет ли как-то возраст родителей на воспитание детей? Ну, конечно. Если родители постарше, у них больше опыта, а помладше, у них меньше жизненного опыта. Есть свои, как говорится, и плюсы, и минусы в любом возрасте. У меня даже есть пример. Моя мама, у нее отец, когда он стал родителем, ему было 50 лет. Конечно же, у него есть опыт в плане мировоззрения, и он понимает, что хорошо, что плохо. Но ушел из жизни рано этот минус. Так что везде есть в каждом возрасте свои плюсы и минусы. По сегодняшнему опросу мы выяснили, что большинство прошлых, как молодое поколение, так и взрослые, уверены в том, что детей нужно заводить тогда, когда сам человек к этому готов. И точного возраста для этого нет. А как считаете вы, в каком возрасте лучше всего заводить детей? Пишите в комментариях. Ставьте лайки и читайте новости на сайте ESP.MD. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова